Всем привет! Сегодня я хочу снять видео о своем хранении лаков. Хранятся они у меня в такой вот коробочке. Она у меня находится на кухне, так как ногти я всегда крашу на кухне, потому что у меня очень много животных, а там есть вытяжка. Поэтому вот эти все неприятные ароматы я вытягиваю вытяжкой и открытым окошком. Вот так. Вот. Давайте откроем крышечку. В крышечке у меня, как видите, сверху лежит поролончик. Это я делаю, когда маникюр омбре. Поэтому он мне для этого пригождается. Моя смывка для ногтей. Правда, я уже на донышке сегодня пойду покупать новые. Правда, не уверена, возьму ли эту, но мама кричит эту, потому что она хорошо стирает. Потом вот такое вот мое масло для ногтей. Вы уже его видели в моих других видео. Такое вот мною очень советуемое средство. Вот это вот от Avon. Укрепляющее с алмазной пылью. Очень классное. Советую всем. Так. Здесь тоже коробочка. У меня лежит поролончик для омбре. Вот такой гель для наращивания ногтей. У меня лампа есть. Я себе иногда наращиваю ногти. Потом пылочки. Так, что здесь? Чипчики, ножнички. Эти вы уже видели. Так, формочки для наращивания. Пылочка. Вот такая вот. Вот там внутри у меня еще одна вот здесь есть пылочка. Но это так неприкосновенный запас. Там еще вот такая стекляненькая. Там идут всякие для росписи. Вот такие вот штучки. Вот такие вот кисточки. Здесь тоже вот кисти разные для росписи. Такие. Так, подвину. Вот то у меня ничего не видно. Ой. Это я собираю такие штучки. Не знаю, зачем я их собираю. Но мне нравится собирать именно зелененькие. У меня их очень много. Так. Ой, извиняюсь. Потом у меня вот такой вот акрил для ногтей черный. Там у меня куча вот таких вот маленьких цветных акрильчиков. Сейчас я вам покажу их. Я раньше расписывала акрилом ногти и любила. Поэтому у меня их сейчас... Вот это осталось. Ну, так. Вот. Такие вот они. Вот салон. Фирмы. Так. А теперь приступим, наверное, к лакам. И потом там, что осталось, уже вытянем. Так. Вот такой у меня белый шиммерный лак. Есть вот такой вот розовый. Уже, наверное, надо его выбрасывать. Ну, правда, он сохнет-то хорошо. Ну, не знаю. Может, выброшу. Надо проверить, как он не испортился. Это Juveal Luxe. Лак для ногтей. Потом еще один Juveal Luxe. Такой вот. Вот Golden Rose. Хорошие лаки. Вот. Я вам уже не раз о Golden Rose рассказывала. Вот еще один от Golden Rose. Такой вот. Блестяшечек состоящий. Сохнут классно. Вот этот вот розовый Golden Rose. Я теперь подсела и закажу себе такие вот от Golden Rose лаки. Через интернет. Потом. Ой. У меня тут Тарифлэйма-блестяшки были. Осталась эта подушечка. Потом у меня от Beauty Skin. Вот такие вот набор лаков. Вот. Так. Вот так. И вот так. Кракелюры. Набор кракелюра. Получается, вот это первое покрытие. Такое золотой шиммер, видите, от меленький. Потом вы покрываете черным, он у вас как бы трескается. И вот сверху уже такое покрытие. Так. Потом у меня вот. Вот Fashion Eva. Такой белый лак. Я не знаю, зачем я эти белые кучу накупляла. У меня их. Вот. И вот этот шиммер. Ну, получается, три белых. Лака. Ну, раньше я любила делать французский маникюр. Поэтому у меня их, ну, как бы, наверное, поэтому и много. Потом вот такой вот лак от Ноготок. С тоненькой кисточкой для росписи. Потом вот такой вот золотистые блестки от Ноготок тоже. Так. Что у меня дальше? Потом у меня от Ноготок вот такие серебристые блестки. Тоже уже на донышке. Я хочу допользовать их и уже на списание пойдут. Вот. Кстати, очень хорошо сохнет вот этот лак. Как красиво на ногтях смотрится. Потом у меня такой-то крестьян серебристый. Видите, вот такой. Так. Вот такой золотой от Руберос. Надо его сболтать. Ой, извините за маленькое землетрясение. Вот, видите, он такой золотистый. Даже такое золото более желтоватое и с такой розовинкой. Вот он переливается. Видите, розовым таким золотым от Руберос. Ну, его нужно наносить в несколько слоев. Слабенький он для этого всего. Потом у меня вот такое от Reflame есть покрытие для ногтей. Ну, вот оно, как видите, на ногах с грейпфрутом. Он отбеливает ногти. Ух, как сказать. Ну, есть немножко такой эффект отбеливания, конечно. Так что, в принципе, могу посоветовать. Но не настолько сильно он отбеливает. Более как глянцевое покрытие дает. Ну, слегка, слегка, честно скажу, отбеливает. Потом у меня вот такой от Color Intense. Лак такой розовенький. Потом вот такой с блестинками от Color Intense. Потом следующий у меня от Classic Mini. Classic с мини. Коралловый лак. Вот сейчас видите. Там, кстати, у меня сейчас на ногтях. Вот этот лак. И вскрытый вот этими вот блестками. Вот они. Сейчас как на солнце, на свету они блестят. Так. Потом такие мои именно любимчики. Вот Reflame лаки. За счет того, что у них есть металлические шарики, они вообще как бы не загусают. Вот этот вот тоже. Это Reflame такой у меня. Бежевый и лиловый светлый. Потому что у меня вот есть пуховик такой. И шарфик к пальту. У меня тоже с таким лиловым. Поэтому парень мне решил подарить такой. Ну, а это тоже, знаете, на такой... Как бы... Для таких случаев, когда ногтики должны быть незаметными. Ну, обожаю их. Это любимчики вообще лаки. Шикарные. Потом вот этот вот лак от Formasi, который я варила с разводами. Но в несколько слоев все-таки можно добиться прекрасного эффекта. Потом вот такой мой вот тоже любимчик. Коричневый лак. Что-то фокус. Ага, вот. Видите, коричневый такой. Это под кожанку. Я всегда весной, когда начинается... Весна, осень. Когда я перехожу в кожанку, то у меня... Я крашу таким лаком. У меня коричневая кожанка, коричневая сумка. Сапоги с коричневыми штучками. И вот. Я им крашусь в этот период. Потом такой вот у меня лак. Ну, не знаю, как это фирма. Сер или как она называется. Вот такие вот блястяшки. Тоже слегка лиловые. Вот я их наношу часто с вот этим лаком. Там иногда покрываю некоторые розовые. Чтобы добиться такого более эффекта. Ну, балуюсь иногда. Так что. Вот так. Потом у меня есть такая линейка вот таких вот лаков. Вот бьюти скин. Как видите. Я уже некоторые повыбрасывала, потому что они уже никудышные. Лака, наверное, три. Стали сохнуть плохо. И за счет блестинок тоже никудышные стали. Ну, вот это то, что осталось. Вот какие они в бутылочках, такие они, я вам скажу честно, на ногтях. Правда, вот эти вот немножко слабоваты. Но вот эти все, которые шиммерные, все, которые вот перламутровые, они будут такие, как в баночке. Так. Потом такой вот у меня цвета фукси от Кэти Лак. И вот дгадин. Такой вот коралловый и с отливом золотка. Вот так вот. Так. И что же осталось? Какие-то тут трошечки-спонжики. Потом. Ага. Такой вот песок и шарики под наращивание. Вот такие вот для наращивания. Красивые штучки. Там еще одна топилочка. Ну и абрикусор-палочка. И стемпинг. Видите? Вот так. Вот такая у меня вот коллекция. Каждые 2-3 месяца я ее постоянно чищу, выбрасываю что-то новенькое, добавляю. Как вы видите. Вот так она у меня выглядит. Ну что ж. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх. Пока-пока.